Не покупай, возьми из приюта. Под таким хэштегом в интернете люди размещают фотографии и видео животных, которых они взяли домой практически с улицы, а не приобрели у заводчиков. Истории чудесных спасений то и дело появляются на просторах всемирной паутины. Одну из таких расскажет Мария Лапачева. Мы сейчас кушать будем? Это Фиона и свою еду, как, впрочем, и весь окружающий мир, она не видит. Кошка потеряла оба глаза, находясь в приюте. Туда ее сдали бывшие хозяева, совершенно здоровую. Вот так Фиона выглядела, когда только появилась в приюте. За это время кошка заразилась панликопенией или попросту чумкой. Болезнь удалось победить, но, к сожалению, страшной ценой. Ценой красивых зеленых глаз. И я ее увидела, в общем-то, у девочек в Инстаграме, они постоянно делали про нее посты. Но уже на тот момент у нее как раз уже не было глаз. Решила собрать, потому что она выглядела, ну, мягко говоря, не очень приятно. И она была, да, совершенно такого вида. Я поняла, что ее просто никто не заберет. Не знаю, мне настолько это как-то, ну, зацепило. Обычно, прежде чем взять животное из приюта, предполагаемые хозяева стараются с ним познакомиться. Но Элина Фион увидела только на фотографиях. Первая их встреча произошла уже тогда, когда девушка приехала забирать кошку. Сейчас Элина признается, затея была рискованной. Девочки говорили, что ты бы с ней познакомилась, вдруг у вас какие-то... Ну, не сойдетесь к характеру, в конце концов, может, она тебе и не понравится, или ты ей не понравишься. Но я об этом подумала уже после того, как ее забрала. То есть это было несколько, ну, вообще не очень на меня похоже. Ну, нам просто повезло. Видимо, она прям меня ждала, а я ее. Фионе повезло. После жестокого предательства и нелегких испытаний она все же дождалась своего человека. Такие добрые истории вселяют надежду на то, что каждое приютское животное найдет дом. Давай лапу. Давай лапу. Пока еще не потеряла веру в людей и Матильда, двухлетняя собака. Вот уже год она живет в приюте Некрасовка и находится под кураторством волонтерского проекта Котовский эндсобакин. Матильда абсолютно здорова, полностью привита и стерилизована. Мотя по характеру и защитница, и подруга. То есть она может и защитить. Она не... В семью, где есть уже еще одна собака, она, к сожалению, не подойдет. Потому что она не принимает хозяин, только ее. Она очень ревнивая в этом плане. Матильда станет идеальным питомцем для спокойных людей, которые больше всего любят понежиться на диване перед телевизором. Она не будет требовать бегать с ней по парку, часами гулять по улицам. Любимое занятие Моти – это лежать вот в такой позе. И так может часами, да, она лежать. Матильда – спокойная, уравновешенная, умная и дружелюбная собака. Она небольшого размера, что позволяет держать ее даже в квартире. Девочка очень ждет своего хозяина. Не покупай, возьми из приюта. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.